всем привет друзья привет привет я вас всех приветствую на моем авторском канале мой мир сегодня решила приготовить испечь вернее без дрожжевой хлеб конечно же он будет место дрожжей будет использоваться сода но еще два ингредиента это будет без лактозная кефир и без лактозные без лактозные вернее йогурт но прежде чем их использовать я хочу проверить свою без лактозку на наличие крахмала и конечно же не знаю результата получится у меня приготовить этот хлеб или не получится не знаю сейчас будем проверять я буду снимать видео и покажу вам результат моей без лактозной молочки да еще забыла проверять я без лактозку буду йодом и печь хлеб я буду на цельнозерновой муке что проверяем у меня смотрите открыла йогурт беру столовую ложку йогурта с этой стороны и открываю открываю без лактозный кефир наливаю немножко с этой стороны капаем йод проверяем йодом на наличие крахмала капаем несколько капель в эту сторону и несколько капель в эту сторону и смотрим значит смотрите сейчас приближу ближе что это говорит смотрите значит если наличие если есть продукции наличие йод наличие крахмала йод наш поменяет цвет будет такой знаете чернильный но если же цвет останется рыжим вот таким смотрите как сейчас это говорит о чем смотрите точно и здесь это говорит о чем это говорит о том что здесь нет наличия крахмала продукция чистая натуральная так как написано на этикетке только мало молоко и молочные закваска значит хлебу быть я довольна что я плачу деньги и действительно плачу деньги за то за тот товар который нам продает крахмала нету все поехали готовить наш хлебушек приступаем у меня здесь йогурта 75 грамм и 75 грамм кефира вот такую большую емкость сюда же добавляем щепотка у меня соли и десертная ложка подсолнечного масла у меня масло тыквенное это хорошо и сюда же мы добавим значит без горки не полную чайную ложку соды все добавили это сейчас хорошо хорошо перемешать и отставим на пять минут для соединения всех ингредиентов отставляем на пять минут дальше у меня такая большая миска сюда я добавляю 170 грамм цельнозерновой муки и сюда я добавляю смотрите вот такая вот у меня смесь есть здесь и тыквенные семечки подсолнуха и льна и кунжут и черный белый ну в общем вот такой вот смесь хорошо это все я перемешиваю так вот все перемешала 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 наша смесь молочная уже смотрите как хорошо она поднялась и не пошла реакция и теперь нам надо это все хорошенечко с мукой соединить знаете я вам советую наверное у каждого мука разная правильно правильно и как бы можно начинать вот попробовать сначала немножко меньше муки потом если уже не будет доставать муки то есть будет тесто такое влажное там же можно добавить еще немножко муки потому что мука разная и может быть как бы много или может быть мало все вот такая вот смесь и теперь сейчас руками я хорошо соединю и уже сделаю вот виде сформирую виде хлебушка я сформировала свой хлебушек смотрите теперь я хочу сделать на нем вот такой вот разрезик один глубокий и второй наверное еще может быть вот так вот такие надрезики сделала и присыплюсь сверху вот так вот немножко цельнозерновой мукой все 15 минут мы его оставим в покое наш хлебушек а тем временем ставим духовку разогревать на 200 градусов ну и пока духовка будет разогреваться наши хлебушек постоит немножечко в полном спокойствии наши хлебушек уже выстоялся и мы теперь его отправим в разогретую духовку на выпекание и смотрите выпекать мы будем при 200 градусах минут 15 и потом убираем эти градусы на стол где-то там но на сто пятьдесят вот еще минут на 15 и того получится 30 отправляем сейчас сейчас беру 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 и несу в нашу духовку ставим лучший хлебушек все дорогой будешь печься смотрите илья здесь привет ну все выпекаем у меня вот здесь вот так вот стоит и получается так вот поставим как раз будем знать все выпекаем уже потом да а еще мы потом когда наш хлебушек испечется мы попробуем еще проверить кое-что ну что посмотрим что у меня там печется ему еще минут десять печься моему хлебушку а я хочу вам показать какой маленький есть результат уже немножечко вам показать смотрите видите это же красота правда но я еще дам ему минут вот там вот видите десять чтоб до конца ну где сто сто восемьдесят градусов через 15 минут еще дам 15 минут ему чтобы он там серединке пропекся и потом я его уже уперу пусть еще печется а когда хлебушек мой испечется я хочу себе сделать бутербродик с семгой и с сыром у меня есть такой вот сыр и мы конечно же производство дания кстати и мы конечно же его тоже проверим на крахмал есть вот такой у меня сыр это сыр привозил мой муж с Голландии производство а производство сейчас посмотрим наверное это германия да это германия смотрите да учланд вот его там немного но мы это эти сыры тоже проверим на наличие крахмала и посмотрим я не проверяла не знаю и очень даже хочу проверить посмотреть если там крахмалы дурят нас или не дурят так что проверим вместе так ну что будем проверять открыла производство дания наш сыр так вот сюда и германские германские тоже проверим 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 и я уже достала из духовки он сливает пока мы проверим эти сыры у меня уже все руки все руки люди ну что как сюда я накапала целую кучу так сейчас будем проверять сейчас я сделаю увеличиваем поближе смотрите здесь смотрите рыжего цвета не меняется не фиолетовый не черный а рыжий что здесь у нас здесь у нас точно также смотрите не меняется цвет рыжий фух это хорошо здесь нет никаких загустителей здесь нет никаких крахмалов здесь нет ничего плохого смело можно будет делать бутербродик вот такой вот без лактозный кто может купить у себя в городе у нас это продают у варуси и кто может у кого есть возможность сейчас я вам скажу вот такой вот сколько здесь 150 грамм вот без лактозного видите написано лактофри без лактозного вот такого сыра сыр он стоит около 50 гривен но это же хорошо в нем нет ничего плохого его можно кушать временем я уже достала наши хлебушек посмотрите посмотрите какой он хороший видите смотрите хорошей сейчас он остынет и мы его разрежем и посмотрим какой же он получается у нас внутри но на вид как бы красиво так прямо настоящий хлебушек дрожжевой пекут но это не дрожжевой кстати вам хочу сказать он полезный в нем нет нет господи как он называется глютена вот и нет лактозы целенозерновая мука ну очень очень даже полезный так что и нет дрожжей это самое главное потому что дрожжей как вы знаете не очень хорошо для нас в общем в общем в общем ждем пока остынет и я буду его потом разрезать и вам показывать в разрезе хлебушек остыл ну что будем резать я немножко конечно же волнуюсь не знаю что у нас получилось но очень хочется очень хочется надеяться что все у нас получилось у меня вернее курочка тут слышите прекрасно но режу у меня все получилось посмотрите смотрите смотрите он мягкий видите при этом есть курочка курочка он мягкий немножечко еще теплый но показывает вблизи посмотрите какая структура получился ой я думаю что он очень вкусный сейчас попробую я уже попробовала вот маленький кусочек отрезала видите маленький вот кусочек попробовала и хочу вам сказать что это очень вкусно а я свои хлебушек намазала сыром безлактозным положила кусочки кисенки соленый я вот солила сама очень вкусно получился смотрите просто просто я вот даже еще раз вам покажу посмотрите итак мы с вами испекли хлебушек вернее я пекла вы смотрели и хочу вам сказать что рецепт рецепт очень-очень хороший поэтому я вам рекомендую к тому же в этом видео вы посмотрели как можно проверить молочку на наличие крахмала вы видели как я пробовала йогурт кефир и творог и и в этих продуктах мы не нашли не загустители не крахмала поэтому я в этих производителей уверена что они ничего не добавляют хотя можно как бы не один раз проверять можно периодически проверять и смотреть не добавляют ли но на сегодняшний момент то что я купила то что я буду употреблять там ничего такого нету но еще хочется добавить к этому всему я конечно же жду ваших реакций я конечно же жду ваших комментарий поэтому пишите спрашивайте может вам что-то еще интересное ну а на сегодня наверное все я всем говорю пока 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 до новых видео и будьте здоровы живите богато все 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 все